Поговорим о том, как в социальных сетях набирать аудиторию. В большинстве соцсетей мало делать хороший контент, приходится платить за то, чтобы целевая аудитория его увидела. По сути, только интересного контента достаточно лишь в ТикТоке и на Яндекс Дзене. Эти платформы сами помогают авторам в продвижении. Во всех остальных соцсетях и мессенджерах придется прикладывать дополнительные усилия по дистрибьюции своего контента. Основных способов продвижения два – реклама у лидеров мнений и таргетированная реклама. Первый способ. Начнем с инфлюенсеров, с лидеров мнений. Важно подбирать правильных блогеров. Правильные – это когда вам подходит тематика их блога. Подписчики блогера – живые, а не боты. Они входят в вашу целевую аудиторию и им может быть интересен ваш проект. На что же смотреть, если вы решили купить рекламу у блогера? Во-первых, блогер должен быть из вашей тематики или из смежной. Например, если вы планируете снять фильм о сложностях взросления ребенка, то вам подойдут блогеры-мамы, педиатры, психологи, люди из киноиндустрии. Смежной тематикой станут блоги не о детях, но которые читает целевая аудитория. Например, мамы часто подписаны на стилистов, бьюти-блогеров и фитнес-тренеров. Второе. Обязательно учитывайте локацию. Если у вашего проекта очень узкая географическая специализация, которую сложно расширить, то и блогер должен быть местным. Например, вы хотите восстановить музей в небольшой деревне, беседку, пляж у местного пруда. Такой проект, скорее всего, захотят поддержать только местные жители или люди, которые там жили раньше. Другое дело, если ваш проект физически локализован, но отправлять продукцию вы можете по всей стране, тогда можно привлекать любых инфлюенсеров. К примеру, у вас производство находится в глухой отдаленной деревне, но доставку вы делаете по всей стране. Третье. Проверяйте качество самого блогера. Можно воспользоваться специальными сервисами. Например, Тренд Хиро, Лав Дьюн и многие другие. У многих из них есть бесплатный тестовый период. Небольшим проектом его будет достаточно. Но и ручную проверку никто не отменял. Полистайте список подписчиков блогера. Как правило, большое количество ботов видно сразу. Чаще всего они без аватарки, а их аккаунты пустые. Также в подписчиках у блогера может быть большое количество магазинов, а они вам вряд ли помогут. Посмотрите количество лайков, комментариев у публикаций блогера и их качество. Если при десятках тысяч подписчиков у постов 10-20 лайков, а комментарии сплошь стоят из смайликов или очень односложные, типа вау, круто, как интересно, то скорее всего аудитория блогера и активность под постами накручена искусственно и профита вам от них не будет. И конечно не стесняйтесь запрашивать статистику у самого блогера, только помните, что и она может быть фейковой. Четвертое. Обращайте внимание на стоимость размещения. Ну не продают качественные, крупные, крутые блогеры, реклама по 300 рублей. Цена должна быть адекватна охвату. Пятое. Размер имеет значение. Не ходите к миллионникам сразу. Изначально лучше выбирать блогеров поменьше, но с более вовлеченной живой аудиторией. Очень многие инфлюенсеры работают по бартеру. Они делают пост, сторис в обмен на ваш продукт или услугу, иногда за взаимный пиар, за то, что вы расскажете вашей аудитории об этом блогере. Но еще лучше предложить блогеру интересный контент. Вы можете сделать экскурсию на производство, дать ему интервью, провести прямой эфир, дать ему какой-то новый опыт. Тогда инфлюенсеру будет что рассказать своей аудитории и он с удовольствием расскажет и о вашем проекте тоже. Не стесняйтесь писать блогерам в холодную. Кто-то обязательно согласится. Все публикации у лидеров мнений обязательно репостите к себе. Возможно, для вашей старой аудитории чье-то мнение станет сигналом к действию и она поддержит ваш проект. Теперь поговорим о втором способе продвижения, о платной рекламе в социальных сетях. Я расскажу в общих чертах, как работает платная реклама. По сути, мы покупаем у социальных сетей внимание целевой аудитории. Мы платим за показы, за клики, за конверсию. И чем большее количество брендов конкурирует за внимание конкретной целевой аудитории, тем дороже будет реклама. Алгоритм формирования цены за рекламу действует на основе невидимого для вас аукциона. Например, клик в рекламе средства тараканов может стоить 1 рубль, а клик в рекламе инвестиционного проекта 3000 руб. Стоимость рекламы конкретно для вашего проекта предугадать заранее невозможно. Обязательно нужно запускать тестовые кампании, и тогда вы поймете, сколько стоит реклама конкретно для вас. В каждой из социальных сетей можно создать рекламный кабинет. Для ВКонтакта свой кабинет, для Фейсбука и Инстаграма свой, объединенный. В ТикТоке, Яндекс Дзене тоже есть рекламные кабинеты. К сожалению, в Телеграме нет такой возможности, поэтому там продвигаемся через закупку рекламы вручную. Рекламный кабинет либо пополняется деньгами заранее, как во ВКонтакте, например, либо к нему привязывается банковская карта, и с нее деньги списываются уже через определенный промежуток времени. Так происходит в Фейсбуке. Для запуска рекламы нужно создавать так называемые креативы, рекламные объявления. Обычно они состоят из картинки или видео и текста. Такое объявление, должно нравиться целевой аудитории и содержать в себе call to action – призыв к действию. Этим призывом может быть «перейди по ссылке», «поддержи проект», «оформи предзаказ», «впиши свое имя в историю» и многое другое. Угадать заранее, что понравится вашей целевой аудитории почти невозможно, поэтому нужно создавать несколько креативов, как можно больше, запускать каждый из них на небольшом бюджете и в конце оставлять только самые эффективные компании. На них бюджет уже можно увеличивать. Целевую аудиторию вы можете выбрать непосредственно в рекламном кабинете. Ее можно выбрать по полу, возрасту, по интересам, по геопозиции и многим-многим другим критериям. А можно просто загрузить в рекламный кабинет свою собственную базу клиентов и на ее основе подобрать похожих людей. А с помощью специальных сервисов вы можете скачать базу подписчиков ваших конкурентов и показать рекламу ей. Рекламу в соцсетях можно запускать на разные цели, на увеличение подписчиков, на охват поста, напрямую на продажу, это называется конверсия. Если у вас не личная страница, а бизнес-паблик, я очень советую продвигать абсолютно все посты, чтобы их видели хотя бы ваши подписчики. Обычно платную рекламу в соцсетях запускают таргетологи. Если вы планируете это делать самостоятельно, я очень рекомендую пройти обучение по таргету. Именно в этой деятельности здравого смысла будет маловато, нужны четкие и конкретные знания. Есть еще один способ продвижения в соцсетях – реклама во внешних сообществах. Если в вашей сфере есть нейтральная комьюнити, сформированная не вокруг бренда конкурента, с ним обязательно нужно поработать. Самый простой вариант – списаться с админами и купить рекламный пост, но это не самый эффективный вариант. Лучше всего в этом комьюнити либо закрепиться со статусом эксперта и нативно рассказывать между делом о своем собственном проекте, либо привлечь на свою сторону местных активистов ядро комьюнити, сделать их амбассадорами. Например, если вы выпускаете настольную игру и хотите продвинуть ее через целевое сообщество, пригласите самых активных участников комьюнити принять участие в мозговом штурме относительно какого-то аспекта игры. Пусть придумают вместе с вами персонажи или игровой предмет, например, тем самым они почувствуют себя сопричастными к вашему проекту и с большей вероятностью будут его продвигать внутри данного сообщества. При работе с комьюнити и соцсетями вообще очень важна искренность. Если просите совета, действительно ищите решения и пытайтесь эти советы применить, а не продавайте нативно свой продукт. Подытожим. Беспланно сейчас собрать аудиторию можно в ТикТоке или на Яндекс Дзене. В Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте, на Ютубе нужны либо деньги на таргетированную рекламу, либо деньги и бартер на инфлюенсеров. Есть, конечно, еще вариант с хайповым пиаром или с акционизмом. Можно сделать что-то экстраординарное и вбросить это в СМИ, но на это мало кто решается, плюс может быть урон по репутации. Я рассказала только основные варианты, но способов продвижения гораздо больше. Пробуйте самые разные и вы найдете эффективные именно для вас. Всем желаю сговорчивых бескорыстных блогеров и дешевых целевых кликов!